Продолжение следует... Не секрет, я с Германией. А, я из Канады. А, из Канады, хорошо. А откуда оригинали вы? Россия, в Золенках, в Робусс. А, понял. А что Украин выбираете под VPN? Да вот ватников еще. А, чтобы найти ватников, нужно Украин забить, да? Ну, да, ну, конечно. А что в вашем понимании ватник? Как вы дефиницию термина ватник дадите? Ну, как космиролог. Ну, нет, ну, чем отличается ватник от совкадрочера, ватник от путиниста, ватник от сталиниста, например? Оу, да, от сталиниста, ну, ничем. Так. А от путиниста? Путинисты тоже не отличаются. Потому что, по-вашему, сталинисты и путинисты одно и то же, что ли? Или, если ничем не отличаются? Путинисты и ватник ничего общего не имеют. Они могут иметь общие, как перекрещивающиеся кольца, но это как копать заборы и до обеда, и мухи и котлеты. Ватник – поклонник советских ценностей, поизвестного при СССР в форме одежды ватник. Частый случай ватника – это сталинист, который поклонник определенного периода советской ценности, именно сталинизм. Но ватник может быть поклонник, допустим, позднего советского периода, или наоборот, поклонник Рыкова, поклонник Ленина. А может иметь совокупности несколько. То есть это все частые случаи. Сторонники Путина или иных деятелей современной российской власти никакого отношения к ватничеству не имеют. Они могут быть одновременно ими, а могут и не быть. Но это совершенно разные вещи. Это как любить шашлык и конфеты. То же самое. То есть вы хотите сказать, что в Ленисове не все самокодрочены? Конечно. Их меньше половины, я думаю. А вы часто общаетесь, да? Вы записываете его с каналом? Да, канал есть. Дать вам название? Конечно. Сейчас напишу. О, не то. Сейчас, момент. Это вот русская часть названия, там два канала увидите. В поиске Ютуба набираете, прямо увидите два канала. Вот, 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 теперь, ну ладно, а в вашем понимании ватник бы это называется расширительное толкование. Это, в принципе, в рулетке вообще в интернете допустимо, как, допустим, оскомину набившее слово педерас, да? Вы знаете же это аутичное название? У него четыре расширительные толкования. То есть, если чисто аутентично, что такое педерас, знаете? Вот чисто аутентично, медицинский, медицинский. Ага, это медицинский термин. Это педераст, это педофил с гомосексуальной компонентой. То есть, педофил-гомосексуалист. Это чисто, вот, в первом расширительном толковании педерастами называют всех геев. Нет, в первом даже только пассивных геев. Во втором всех геев. А в третьем расширительном толковании уже просто плохого человека. А в четвертом это просто используется как в негативном смысле. Эй, чувак, эй, чувак, что ты гонишь, типа того? Вот. Вот. Да дурака валяне. Разговаривать, разговаривать. Почему же тогда в утилитарном государстве, правильно? Утилитарная государство, правильно? Великобритания утилитарная государство. Германия утилитарная государство. У них есть они. Внимание! В платформе номер четыре прибывает пассажирский поезд пятьдесят девять Ростов-Харьков. Стоянка поезда... Быстро проверь другие перроны, а я посмотрю в вокзал. Пассажирский поезд номер шестьдесят восемь Харьков-Краснодар отправляется с пятого пути. Пассажирский поезд... Билет! Тихо, отец, договоримся. Харьков-Краснодар отправляется с пятого пути. Телефон спецсвязи. Первый. Это седьмой. Объект со станции Харьков ушел. Харьков русский был. Музел украинский, молодой молодой члены. Питаясь... Так что? Да. Украине, которую он создал, какую-то экономическую поддержку. Питаясь... Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор. У нас есть достойный ответ. Вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головым под оранжевыми знаменами. От Харькова до Киева 480 километров. А до границы с Россией 40. Вставай! Страна огромная! Вставай на смертный бой! С нашистской силой темною! С оранжевой чумой! А-а-а! С中心 музыкой! О Blendiareck隊 Да за царскую. Вотщину! Субтитры сделал DimaTorzok